2 апреля – День единения народов Белоруссии и России. Дата важная для тех людей, кому дорого наше общее наследие. А потому участники пресс-конференции, обсуждая автопробег из Бреста до Иркутска и обратно, говорили не только об организационных моментах, но и о важности его главных задач. Укрепление дружественных отношений между государствами и донесение из уст участников исторически правдивой информации о событиях Великой Отечественной войны. О значимости предстоящего мероприятия говорит заинтересованность и всесторонняя поддержка со стороны руководства города и области. Мы всецело поддерживаем это очень важное событие, прорабатываем все вопросы, потому что достаточно много организационных вопросов, которые нужно решить, и финансовые вопросы для того, чтобы с честью, с достоинством представители нашей области, нашего города проехали по достаточно большой территории России, встретились в различных городах, рассказали об Рестской крепости, почувствовали плечо, наверное, исторического брата, партнера, поэтому этот пробег занимает значимое место в той целой плеяде мероприятий, связанных с этой исторической датой. Когда возник этот проект, и мы обращались и в России, во многие города, и в Белоруссии, нас все поддержали, не было ни одного отказа. Сейчас еще идет окончательное согласование мероприятий. Мы проедем триумфально от Бреста до Иркутска и назад, а назад даже мы не только по территории России, но и по территории Казахстана. И везде мы будем рассказывать о нашей героической Брестской крепости, о нашем любимом городе Бресте, о Брещине, потому что вместе с Брестской крепостью, о которой мы будем рассказывать, и о мемориальному комплексу, которому исполняется 50 лет, значит, возникли уже множество других идей, предложений, которые мы с удовольствием принимали и будем еще дальше принимать. Десять человек в составе четырех экипажей проследуют по маршруту, включающему 22 города. 8 мая автопробег стартует из Бреста и пройдет по территории Беларуси, а с 9 числа уже и по городам Российской Федерации. 16 тысяч километров на пути множества памятных и героических мест, исторически важных объектов. Мы просто не имеем права забывать о войне, и мы должны помнить и ради тех, которые погибли, и ради тех, которые выжили, и подняли и сельское хозяйство, и промышленность, и города, и села, и ради тех, которые живут сейчас и будут жить после нас. Мы на сегодняшний день определили уже формат встречи, она будет проходить в городах на открытой территории, у памятников. Значит, встречи у нас будут в Иркутске, допустим. Очень интересно нам предложили встречать нас будет на БТРах. В Иркутск будем ходить на БТРах. Значит, так здорово. Екатеринбург, допустим, у нас будут встречать байкеры. На данный момент идет активная работа над проектом. Дорабатывается маршрут, вносятся организационные корректировки. Уже сейчас участников активно поддерживает как белорусская, так и российская сторона. Самое главное, что международный проект собрал вокруг себя множество неравнодушных людей. А вместе всегда решать поставленные задачи проще.